Всем привет! Что вот это за штука такая? Это штука для того, чтобы намывать песок. Так как здесь очень сильные мусоны, потихоньку берега подмывает этого острова. И приходится использовать такую штуку. С глубины достает песок и насыпает его на берег. Мы с Настей проспали вчера, всю ночь гуляли. Проспали, встали, очень поздно побежали на завтрак. Кстати, завтрак сегодня был абсолютно другой. Было очень вкусное пельмени с марепродуктами, много всего нового. Но я ничего не отснял, потому что я думал, что мы опоздали. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня особый день, потому что будет астрологическое событие. Раз в 60 лет? Да нет, не раньше. Последний раз, 60 лет назад, была такая большая луна. И она будет светить сегодня на 30% ярче, чем обычно. И на 17% будет казаться больше, чем обычно. Поэтому нам прислали специальное письмо, в котором сказано, что сегодня будет играть специальная космическая музыка, будет создана атмосфера так, чтобы все люди не концентрировались в одном месте. Поэтому сейчас расставляют столы по всему побережью, по всему пляжу. И, я так понимаю, люди будут там ужинать. Сегодня у нас крайний вечер на этом прекрасном острове, в этом хорошем отеле. Представляете, ребят, нам удалось застать такое астрологическое событие здесь, на Мальдивах. Также предлагают ночной дайвинг, ночной снорклинг. Можно взять круиз с шампанским вокруг острова. Ну, не знаю, что мы будем делать, но дайвить нам нельзя, потому что мы завтра улетаем на следующий остров. После того, как вы ныряете, именно подводное, именно дайвинг, у вас впитывается азот в кровь. Дайвингом нельзя заниматься за день до того, как вы улетаете. Хотя самолет поднимается всего лишь на 800 метров, не так много. Но мы подошли к конструктору, он сказал, что я не могу пойти против Порайл. Поэтому мы так и здесь не подавили. Хотя здесь очень красивый корабль затопленный, есть вот здесь прям баржа рядом. 50 метров буквально от острова. Красиво здесь, конечно. Идем на ночную рыбалку на этом замечательном катере. Сейчас здесь можно ехать на крыше прям, представляете? Настя, как обычно, опаздывает, все ее ждут. А эти все на рыбалку едут, да? А где удочки? Там не такие удочки, там леска. А, донка как бы, донки. И что, крупные рыбы ловят? Ну, такие. Понятно. Сейчас мы поймаем круг. Что, ребят, вот мы и приехали. Ловить будем, видите, здесь зона кораллов и меляка. И вот на этой границе. Сейчас нам раздадут донки. И будем пытаться что-то поймать. Ну, рождей здесь очень много, поэтому я не сомневаюсь в лове. Вопрос в том, насколько он большой будет. Потому что на леску вытянуть крупную, что-то нереально. Но вот ребята говорят, что китайцы поймали акулу небольшую. И отпустили, конечно же. Ну, хотя бы сфоткаться, то это было бы прикольно. Ой, вот они. Делькин, делькин. Ой, как близко. Саша, они прям под лодкой плывут. Саша, смотри. Инструктаж. Вот так выглядят доночки. Макрель. Как на донку. Не желтенькую. Давай. Да прям под лодку кидай. Барак, куда? Я же говорю, и все. Кидайте, поймайте. Макрель. Настя, ну как? Мне клюет. Да? Все, у всех поклевки начались. Поздравляю. Поздравляю. Второе место Россия. Первое Китай, второе Россия. Это окунь. Это я поймал. Когда Дмитрий и Юрченко ездили покупать остров на Мальдивах, кто не видел, ссылку в описании оставлю. Мы такую рыбу ловили ночью и ели. Она очень вкусная. Это нечто среднее между мясом, между рыбой и раком. То есть очень сладкое такое мясо. Вообще его очень вкусно. Все, парни. Вторая рыбина моя. Что-то поймал, да? Ну, дергала сильно сначала, на глубине. Сейчас уже не сильно. Наверное, небольшая. Ну да, не очень большая. Попугает, что. Да, заглотила, конечно, она уже по самой небовы. Вот так. Мальдивская рыбалка, ребят. Ты ешь это? Да. Что с именем? Эмба. Эмпара. Эмпара, ребят, рыба. Ребят, поймал акулу. Мальдивская рыба. Профессионал. Профессионал. Что ты именем? Джамиль. Джамиль. Ты хороший рыбалка. Это группер? Нет, это снайпер. А, это снайпер. Господи. Настя барракуду поймала? Ну, мне ничего. Что-то, что-то. Если ты ее не вытащишь, то я за ней прыгну. Да, то придется прыгать. Тихо, 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 хороший. Коралл. Смотри, как она выглядит. Вау. 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 Всю рыбу, которую вы поймали, можно приготовить в нашем отеле. Называйте номер комнаты и как хотите, чтобы вам ее приготовили. И вечером, пожалуйста, ужинайте. Одевайтесь на леску и номер комнаты вашей. Все. Я свою рыбу не стал брать. Потому что, ну, у меня снайпер небольшой, но мы очень маленькие, мы особо не доведемся. Настя поворачивает. Смотрите, какая луна. Вот наш остров. Мы идем на остров. Ребята, сегодня крайняя ночь в этом замечательном отеле. И мы с Настей решили пойти в джакузи. А ну, быстро. Быстро мыться. Ребята, ну что, вот на этом наше пребывание в этом замечательном отеле. На этом замечательном острове заканчивается. Грустно. Еще такую музыку включили сейчас. Настя будет плакать. Здесь всегда такая музыка играет. Классно. Было очень круто. Едем дальше тестировать отели. Посмотрим, чем тот отель лучше. Он вроде как семейный, да, считается? Да. И у него вилла на воде. И у него вилла на воде. И у него... На моего китайцев, а не вон молодежь. Все, не будем вам рассказывать, все сами увидите. Спасибо вам большое, было очень круто, нам понравилось. Спасибо вам. Привозите и показывайте русским гостям на наш отель, привозите их сюда. И мы во всем. 25 минут и мы в аэропорту. Время, кстати, 8.30 утра. Но самое интересное, что на этом острове время на час вперед. То есть мы сейчас даем через 20 минут, и у нас время поменяется на час назад. Ой, масло, масло, масло. Папа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Профессионал. Поэтому надеюсь, у нас будет все хорошо. В самолете 14 человек, он полный. Нас встретила женщина-представитель отеля. Это так называемый бизнес-зал. Да, здесь есть Wi-Fi, можно посидеть. Hello! Люди смотрят и ржут с меня, что я снимаю все на камеру. А вот смотрите, взлетно-посадочная полоса. Нам выдали вот такие вееры. Это говорит о том, что в самолете будет очень жарко. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...